Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Продолжаю развернутую часть астрологического прогноза Елены Зимовец. 13-21 марта. Это период неоднозначности, когда есть неопределенность и трудно решиться на конкретный шаг. Но если все выглядит ясным и полным благолепия, то с большой вероятностью вы не владеете всей полнотой информации. Не стоит принимать важные решения. Этот период собрал все наиболее проблемные аспекты марта, которые склоняют к заблуждениям и ошибкам. В это время нужна бдительность с новыми людьми, предложениями и проектами. В темах и обстоятельствах будет нечто завуалированное, что стоит рассмотреть, прежде чем понять, стоит ли соглашаться и браться. Помните об этом, чтобы избежать неверных шагов и просчетов. 14 марта. Марс в квадратуре с Нептуном. Период действия с 6 по 21 марта. Недостаток энергии, который можно почувствовать в середине марта, может оказаться полезным, поскольку не дает достаточно сил для инициатив, что к лучшему. Есть риск неверных шагов в бизнесе, неправильно направленной активности из-за переоценки своих сил и возможностей или недооценки препятствий. В это время можно столкнуться с интригами, обманом, подтасовками, кражами, мошенничеством. Это также может быть период, когда обстоятельства вынуждают действовать тайно, вести закулисные игры. Вероятно, недобросовестность со стороны партнеров или тайные происки конкурентов. В любом случае избегайте сомнительных средств для достижения цели, рискованных сделок, контактов с криминалитетом. Борьба за правое дело сейчас может быть борьбой с ветряными мельницами. Поэтому стоит отдавать себе отчет, на что вы направляете силы. В течение этого периода необходимо придерживаться реалистического взгляда на вещи, чтобы избежать неверных шагов и проблем. Нужна осторожность при употреблении лекарств, продуктов, есть риск отравлений. Нельзя злоупотреблять алкоголем, это может привести к существенным неприятностям. Нужна осторожность за рулем, на воде, лучше не отправляться в водные путешествия. 15 марта. Солнце в соединении с Нептуном. Период действия с 11 по 21 марта. Хорошее время, чтобы выразить себя через творчество, работу над творческими проектами, художественными задачами. Воображение получит дополнительные стимулы для людей творческих профессий. Этот период может быть результативным. Это время более глубокого осознания мира, когда могут больше интересовать духовные вопросы, а восприятие может стать тоньше и улавливать настроения близких или просто людей, с которыми нужно взаимодействовать. Это помогает лучше понять других и посмотреть на вещи с духовной точки зрения. Но усиленная работа воображения имеет оборотную сторону. Данный аспект предупреждает о возможных иллюзиях, нереалистичности и самообольщении в отношениях и делах. В это время будет трудно верно оценить ситуацию, определить перспективу и принимать адекватные решения. Есть риск выдвигать необъективные требования или ставить нереальные задачи. В дни вблизи точного аспекта лучше воздержаться от составления перспективных планов и деловых начинаний. В это время лучше сбросить обороты, чтобы видеть оптимальные решения и не давать опрометчивых обещаний. Вероятны проблемы из-за склонности к самообману или избегания ответственности. Возможно возникновение тайной связи или обмана в любви. Избегайте сомнительных шагов в нечестности. Это может повредить деловым отношениям и вашей репутации. Остерегайтесь обмана. Важно избегать рассеянности в мелочах и повседневных делах. Она может привести к неожиданно крупным неприятностям. Новые романтические отношения, начатые с 16 по 21 марта, могут в дальнейшем принести разочарование. Нужна осторожность с алкоголем. Спиртное в этот период может сказываться на организме особенно неблагоприятно. Или может привести к неприятным ситуациям. Прием лекарств также нужно контролировать, не допускать путаницы и передозировки. Будьте внимательны, при приеме пищи сомнительные и просроченные продукты приведут к отравлениям. 16 марта Меркурий в соединении с Нептуном. Время активности с 14 по 19 марта. В это время ситуации могут складываться в интервале от мечтательной неопределенности до иллюзий и обмана. Важно быть внимательными к новой информации. Она может быть ненадежна, противоречива или недостоверна. Факты нужно перепроверять. Лучше не принимать деловые решения, подождать дополнительной информации, сделать уточнение. Если в эти дни поступает предложение, возникает новая идея или требуется важное решение, стоит хорошо изучить вопрос. Уменьшить энтузиазм и снизить градус ожиданий. Возможен вольный или невольный обман. Нужна осторожность с новыми людьми и многообещающими предложениями. При работе с документами, при оформлении документов нужно внимание. Невнимательность, рассеянность могут приводить к разного рода недоразумениям, потерям, проблемам в работе, с документами, в дороге. Есть опасность, краж. Будьте бдительны. 16 марта. Солнце в квадратуре с Марсом. Период активности 11-24 марта. Это время импульсивности, эмоциональной неустойчивости. В данный период этот аспект помогает концентрации сил, что хорошо при физических нагрузках и в делах, где нужна собранность и активность. Но неприятности могут возникать вследствие нетерпения и неосторожности. Возрастает стремление к борьбе и агрессивному отстаиванию позиции. Можно чаще сталкиваться с хамством и наглостью, но агрессия не всегда будет открытой, так как будет и тенденция действовать из-под воль. Высока вероятность, ссор, конфликта интересов или того, что в просторечии называют наездом. Эгоизм и повышенный напор будут мешать при обсуждении проектов, контактов с влиятельными людьми, начальством при решении вопросов в официальных органах. В дни вблизи точного аспекта вероятны проблемы в поездках, повышается уровень аварийности, количество травм, эксцессов, нужна осторожность за рулем в работе с колюще-режущими предметами и механизмами. 16 марта. Венера в квадратуре с Плутоном. Время действия 13-20 марта. Проблемы власти и контроля в деловых и личных отношениях могут быть важной темой в эти дни. Чувства становятся более интенсивными, но трудно достичь желаемой гармонии. Аспект усиливает эмоциональную вовлеченность, но концентрирует на негативной стороне событий. Это время обострения прежних нерешенных проблем в отношениях, ревность, обиды, недоверие могут существенно подпортить жизнь. Вероятны разногласия в вопросах финансов, возможно финансовые неурядицы, вынужденные расходы и штрафы. Дни вблизи 16 марта могут быть критическим периодом для нестойких отношений. Важно решать эмоции под контролем, лучше не выяснять отношений, не выдвигать категоричных требований, так как есть вероятность разрыва. И чем ближе 20 марта, тем меньше шансов восстановить отношения после разрыва. Продолжение следует. Продолжение следует.